С начала СВО из набережных Челнов сформировано и отправлено более 325 тонн гуманитарного груза на сумму более 55 миллионов рублей. Также в Лисичанске работает инициативная группа под руководством Рустама Гатина, которая занимается организацией горячего питания жителей города Лисичанска. Челны активно присоединились и к республиканскому движению ЕРДМ ЕНШ «Помощь рядом». Ежедневно в течение двух месяцев волонтеры принимают гуманитарную помощь от шителей города, предпринимателей, школьников, предприятий и инициативных граждан. Вот тот дух, который имеет место быть в Челнах, а у нас особый и особенный дух. Дух взаимопонимания, поддержки, он заложен со времен строительства КАМАЗа и города. И это чувство локтя, чувство поддержки передает сегодня и нынешнему поколению детей и внуков. Администрации районов посетили семьи военнослужащих. Это 969 семей. Каждая семья в зоне особого внимания. В настоящее время началась выдача денежных средств в качестве компенсации за проезд детям военнослужащих. Ежемесячно будет выплачиваться более 1 миллиона рублей. Мы сделаем все, чтобы мобилизованные семьянцы знали и чувствовали, что мы ими гордимся, что дома их любят и ждут. Для наших мобилизованных очень важно, что мэр города Наил Гамбадович лично их провожает, каждому семьянцу пожимает руку. Для них очень важны слова. Мы своих не бросаем. Это не просто слова, это реальные дела. Кабинетом министров Республики Татарстан вынесено решение о единовременной денежной выплате на детей, не достигших 18 лет. Тех граждан, которые призваны на военную службу по мобилизации в размере 20 тысяч рублей. Также выплаты будут оказаны и семьям всех граждан, принимающих участие в специальной военной операции, а также семьям погибших граждан. Для родственников мобилизованных работает и горячая линия. Круглосуточные звонки принимаются по телефону 8-917-916-8910. Лилия Агатина, Ленар Султанов, Новости Челны ТВ.